Всем доброе-доброе утро! Время, правда, уже 10 часов, но для меня это утро. Так, что я хотела? Я вам сегодня покажу, как я буду котяток приучать к туалету, к этому лоточку. Я насыпала уже наполнитель, вот этот мы купили. Он впитывает в себя, это натуральная, как стружка идет прессованная. Вот такой вот. Неплохой, мы его уже как-то брали для других котяток. Они его, если даже и попробуют, это ничего страшного не будет. Его можно в унитаз выбрасывать, но мы это не делаем. Мы в пакетик и все это. Купила новую специальную туалет для них, чтобы они могли хорошо сюда залазить. Но вот сегодня я начну, потому что им уже сколько получается, месяца, три дня, и уже надо помаленечку приучать, чтобы они там по уголочкам не писали. Это надо приучать быстрее. Ну, в принципе, я всех котят с месяца начинаю приучать, это нормально. Погодка у нас сегодня такая, знаете, и пасмурная, и солнышко выходит. Но ничего, постирала кошачьи пеленочки, постирала с домика вот эту, как ее, такую подстилочку. Котик там наш сидит, отдыхает. Цветочки мои растут, все прекрасно и хорошо. И здесь тоже вот так вот. Вот эти вот старые цветают, вот эти новые зарождаются нормально. Я боюсь его не перелить, знаете, ну и не долить, потому что вот эти засохшие, я думаю, их надо обрезать, потому что они не дают вот этим новым расти. Ну, в принципе, так неплохо, да, у меня. Они такие тверденькие, но я немножечко поливаю, знаете, так через день. Потому что я заметила, если не поливать, то они такие вяленькие становятся. И эти тоже, вот видите, я вот это сегодня пообрезаю, вот эти вот оставлю. Как розочки прям красивые такие, мне так они нравятся. Вот эти вяленькие уберу. Ну, вот мое живое дерево, я его тут пообщипала. Ну, я считаю, я хочу, чтобы вот такое плотное было, как вот здесь, да, вот эти вот корешочки. Мне так больше нравится. И чтобы вверху так шапочкой было, а внизу вот такие стволы, как деревца. Орхидейки, которые я пересадила, смотрите, так, шерсть кошачьей уже здесь дают новые листочки. Видите, классно. И, по-моему, там выходит еще такая штучка, как бы цветение или корешок. Ну, посмотрим, да, что будет. Так, здесь тоже, вон, видите, пошла, классно. И листочек тоже новый. Все-таки, что значит, когда ты пересадишь, новая подкормочка, там, это ихняя земелька новая, и уже по-другому цветочки идут. Вот, и те у меня тоже, которые я спасла, они у меня в зале стоят, я в зал поставила. Ну, и эти также стоят, цветут. Вот, вот этот вот декабристик стоит. Вот, я его не трогаю, но я его потом тоже буду пересаживать. Вот, это орхидеечка. Ну, в общем, все нормально. Цветочки мои еще, которые мне дети подарили, тоже стоят. Все хорошо, да. И с кошечкой, с нашими, тоже все хорошо. Прекрасно, маленькие тоже, вон они там с мамочкой лежат. Им сегодня уже, считай, получается, одиннадцатого они родились. Так, два дня, да. Ну, вот, слава богу. Ну, они немножко попискивают, знаете. Им, наверное, молочка не хватает, потому что все-таки восемь штук, это, как сказать, немало, да. Вот, здесь у меня еще такой бордельник стоит, видите, некуда складывать. Кухня еще у нас пока неопределенности. Мы не знаем, то ли мы будем новую заказывать, то ли мы эту все-таки оставим, будем докупать. Мы не знаем. Мы были в магазинах, сейчас открыли, да, и думаем, посмотрим. Все-таки тоже сейчас накладно, с деньгами тоже много мы вложили в ремонт, в квартиру, да, что купленное. Поэтому как-то вот сейчас так будет все. Мы подумаем. Ну, ладно, да, пойду сейчас белье сниму. Ну, оно уже высохло. Я вчера же его всю ночь, оно у меня, это, сохло. Ну, это кошачьи пеленки. Вот эта пеленка большая. Я ее так складываю. Она такая, эта пеленочка непромокаемая. Вот, и хорошо очень, что это есть такая. Положила на одна сторонка, допустим, потом можно на другую сторонку перевернуть. Она не проходит. Так, вот наш там что-то, вот-вот, смотрите, куда он хочет. Я постоянно боюсь, как бы он с балкона не нырнул. Так, цветочек мой стоит, вот этот вот. Опять я все забываю, как его звать. По-моему, это... Вот знаете, на балкон выйду, думаю, думаю. Так, когда не на балконе, я... Как живу, подождите. Вот только вчера я вышла, думаю, господи, вот же, как его звать, этот цветок. И опять у меня из головы все вылетело. Не могу сказать. Ну, красивый цветет, прямо стоит. Я думаю, ему там хорошо, прекрасно. И не жарко, и не холодно. Ну, ладно, да. Вот эти бадики я свои пью каждый день. Мне кажется, я даже себя лучше стала чувствовать. Не знаю, ну, или сама внушение, или действительно оно так. Так, каждый день пью. Там, не сразу за раз все, а разделяю, да, на три части. Там, вот, с утра, там, в обед и вечером. Ну, после еды все пью. Так что вот так вот. Ну, вот, котятки пока спят. Я тут сейчас вот попью кофе. И начну их приучать. Я вам покажу, как я поставлю, как я буду это все делать. В общем, поставила вот так горшок. Не успела поставить горшок, как ребеночек. Ребеночек тут же залез. Потому что письют уже, видите, куда? На клееночку. И вот здесь они тоже написали. Я обрезала и положила запах, чтобы был в песочке. Вот, видите, написано. И ребеночек уже будет ходить сюда. Он сейчас будет запах чувствовать. Надо обязательно, чтобы здесь запах был. Видите, он уже нюхает. И вот так они потихонечку начнут ходить в туалет. Самое главное, чтобы был запах в туалете ихний. Он уже нюхает. Кошка же, она по запаху ходит. Поэтому сейчас я им поставлю кушать и буду потихонечку начинать их подкармливать. Ой, а там детки раскричались. Они бегают. В горшок они спокойно залезут. Без проблем. Так, я его даже поближе сюда поставлю. Вот. Все сейчас по очереди. Самое главное, чтобы один сходил. Потом второй уже за ним пойдет. А там уже и третий и так далее. Сейчас разнюхает все. Вот я открыла им такую баночку для котят специально. Видите? Потом переложила вот в эту вот стеклянную. И хочу закрыть и поставить в холодильник. А вот это я сейчас им вот это буду давать. Не знаю, с водичкой разбавить или так дать. Чтобы они кушали. Видите, какая. Хорошее. Кстати, это питание очень хорошее. Феринда. Я и взрослых кошек кормлю. Это именно для котят. И есть для взрослых. Видите, какие там написаны. Ой, там детки начали раскричать. В общем, сейчас попробую. Будут они кушать, нет. Туалет им уже понравился. Они уже пошли в этот туалет. Сейчас я это все закрою. В холодильник уберу до следующего раза. Вот. Давайте пойдемте посмотрим, что. Так. Так. Ну, детки, давайте. Так, сейчас я свет включу. Темно здесь. Ну, в общем, не знаю. Вот они нюхают. Сейчас посмотрим, будет кушать, нет. Ну, попробуй. Ой, не хотим, да. Не хотим. Это же вкусненько. На, попробуй пальчиком. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Пальчиком, как вкусненько. Ну, попробуйте. Попробуйте, мои хорошие. Тарелку облизывают. Ну, это нормально. Они сначала распробуют тарелочку, потом внутри что. Помаленечку начнут кушать. Паштетик вкусненький, да? Вкусненький. Давай, мой хороший. Ой, как вкусненько. Ну, на пальчик. Пальчик. Один уже кушает все. Вот это вот первая моя самая прикормка. Видите, на пальчик. Вот пальчик уже грызем. Пальчик уже грызем. Вот этот уже постарше. Ну, как постарше, беленький, да? Он уже кушает. А этот еще боится. Ну, давай, давай, мой хороший. Ну, давай, Тось, коли это так вкусно. Это так вкусно. Ну, ничего. Они сейчас немножечко, помаленечку, и будут это распробовать. Им это интересно, что же это такое. Видите? Ничего, ничего. Сейчас начнут. Самое главное, один уже кушает. В туалетик они уже исследовали. Пеленочку положила, где они написали. Сейчас один покушает, потом другой будет кушать. Иди покушай. Это вкусно. Это вкусно, да. Иди покушай. Смотри, братик, как кушает. Иди покушай. В общем, двое уже лопают во все. А этот еще не совсем понимает, что хотят от него. Иди сюда, мой хороший. Иди, мой хороший. Покушай сюда. Ну, смотри, вот это вкусно. Попробуй. Так вот, немножко носиком надо. Попробуй, мой сладкий. Ну, что ты так не хочешь? Это так вкусно. Смотри, как они кушают, братики. Ну, немножечко. Давай. Давай, мой сладкий. Видите, они сисечку еще сосали. Поэтому. А эти наворачивают все. Им понравилось. А папка там сидит, подглядывает. Так, игрушку надо сюда поставить. Так, вот вашу игрушку. Ну, все, дело пошло. Самое главное начать. Так потом тоже помаленечку начнет кушать. Ведь и не сразу же все могут кушать. Кто-то сразу, кто-то не сразу. Второй раз уже, может быть, он и лучше будет кушать. В общем, они покушали. Неплохо так. Видите, была тарелочка. Так, это они, ну, я считаю, нормально. Да, и в туалетику тут нюхают, ходят. Это вот залез мальчик. Там, может быть, даже они исходят. Ничего страшного, если где-то это начало. Это все приходит со временем. Вот. Сейчас посмотрим. Потому что, естественно, они где-то писали по уголочкам на пеленочку. Тут вот, видите, зашел. Вот он все. Посмотрите, что. Все, запах есть. Он начинает ковыряться. Им это интересно. А потом пописает или покакает. Ну, какает они еще не какали. Первый прикорм, это будет, может быть, завтра. А может, вечером сегодня. Вот, видите, он уже нюхает. Где он там написал. Ну, вот, начинает скрипсти. Там папка пришел. Общение, знакомство. Папка пришел. Смотрит. Вот-вот нюхает. Я специально положила, чтобы запах был их. Где мои сладкие такие, поукусили. Вкусненько так было. Да, так было вкусненько. Ну, все, он в туалет хочет уже, вот что-то там скребет. Там еще мозгов не хватает. Мозгов не хватает еще сходить, куда надо. Пошли по углам. Ну, ничего страшного. Если где-то что-то сделает. Вот эти сладкие. Какие зевы сладкие. Вот мамка пришла. Сейчас мамка подъест. Мамке можно. Да, Софик? Ой, скажи, тут вкусно пахнет. Да. Скажи, я сейчас все подъем. Правильно, мама должна подкушать. Мама же кормит вас. Пускай мама подъест. Да, папа посмотрит. Она, видите, она их учит, что надо кушать. Мать котят учит. Даже она может в туалет сюда сходить. Она им показывает. Это правильно тоже, что надо сюда ходить. И они тогда тоже учатся у мамы. Поэтому котенок должен до двух с половиной месяцев. Да, ну, где-то так быть с мамой. Потому что она его приучает, как правильно все делать. В туалет ходить, кушать, умываться. Ну, в общем, такое все. Да, рыбки маленькие? Почему же рыбочки маленькие? Ну, вот как вкусно, Софика, да? Скажи, правильно, вы не хотите, я съем. Ну, все. На этом я прощаюсь с вами. И всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Да, рыбочка? Скажи, пока-пока.